Поезд эстафета огня 27-й всемирный летний универсиады отправился в путь по городам России. Теперь же промежутки между точками отчета сократятся. В каждом городе огонь будет находиться лишь несколько дней, после чего проследует дальнейший пункт маршрута. Конечно же, те ребята, которые сегодня уезжают, они уезжают не просто в эстафету огня, они уезжают действительно в такое, можно сказать, интересное путешествие, связанное с универсиадой, с большим событием. И мы понимаем, что данное мероприятие, может быть, никогда не повторится в судьбах этих ребят и в судьбах тех людей, которые будут встречать огонь в своих городах. Поэтому я, наверное, желаю этому поезду, во-первых, приходить по расписанию, хорошего настроения, улыбок, и чтобы во всех городах встречали, конечно же, с счастьем. Первой точкой прибытия станет Новосибирск, в который огонь прибудет 15 мая из Волгограда. Напомню, зажжение огня универсиады состоялось в июле прошлого года в Парижском университете Сорбонна. Который принял первые в истории международные студенческие спортивные игры. Он преодолел кругосветные путешествия на борту парусника судов, крупнейшего в мире барка. Далее последовал российский этап эстафеты, в котором огонь уже приняли Владивосток, Хабаровск, Якутск, Красноярск и Волгоград. В ближайшее время символ студенческих игр посетит еще ряд крупных городов страны. После чего маршрут пройдет через муниципальное образование Республики Татарстан. А 6 июля огонь прибудет в Казани на открытии 27-й всемирной летней универсиады. Ирина Игоренко, Камиль Исмаилов. Специально для Казан-2013.ру